Вы слушаете Радио России Урьяновск. Сегодня пятница, 28 мая. До конца весны осталось 4 дня. Скоро лето. С вами Наталья Козина. Здравствуйте. В первую очередь сегодня мы вновь обсудим проблему формирования в обществе ответственного отношения к животным. И к домашним, и к бездомным, кошкам и собакам. На этот счет в середине мая президент Владимир Путин подписал перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и ранее принятых своих решений. Коротко суть этого перечня поручений заключается в том, что домашние животные подпадут под учет, безнадзорные – под мониторинг. Также будет проверена система реагирования на обращение граждан, о причинении им со стороны таких животных, вреда их жизни и здоровью или угрозе получения такого вреда. До декабря российский кабинет министров должен внести целый ряд поправок в законодательство. Во-первых, нужно определить особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, включая передачу новым собственникам и установление ответственности. Во-вторых, должен быть учет домашних питомцев, мониторинг состояния популяции животных без владельцев, включая вакцинированных и стерилизованных, и единые методики. Кроме того, нужно регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, в том числе это касается клубов и ассоциаций. Поправки должны коснуться и порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания, а также изъятие в приюты при ненадлежащем обращении. Учет, мониторинг приюта временного и постоянного содержания, стерилизация, вакцинация, корма, лекарства – перечень большой. Из этого следует одно – теперь мы принципиально по-другому должны относиться к кошкам и собакам, будь они домашние или бродячие. За комментарием о сути нового перечня поручений президента мы обратились в общественную палату Ульяновской области, где по вопросам зоозащитной деятельности активно работает комиссия под руководством Владимира Малинина. Он, к тому же, является советником мэра Ульяновска по безнадзорным животным. Второй собеседник – Артём Халиулов из этой же комиссии. Да, действительно, президент дал такие поручения господину Мишустину. Я считаю, что это некое продолжение 498-го федерального закона, потому что это в помощь именно этому закону. Это закон 498-й ФСЗ принят 1 января 2019 года, а вступил в силу 1 января 2020 года. Это закон о гуманном отношении к животным. То есть, закон впервые гласит, что животные, собаки, кошки могут испытывать эмоции, боль и прочее. И этим самым призывает всех жителей нашей страны относиться к ним как к братьям нашим меньшим. Закон запрещает теперь убивать животных, если до принятия этого закона у нас на территории Российской Федерации действовал отлов с последующей эфтаназией. Точнее, одномоментной. То есть, их уничтожали сразу дротиками, которые умертвляли тут же животных. Но численность популяции, собственно, не снижалась. И вот этот закон впервые основан на мнении экспертного сообщества, как нашего, так и иностранного, что только отлов со стерилизацией, вакцинированием, чипированием. Есть такая аббревиатура ОСВВ. Это отлов, вакцинация и выпуск на прежнее место. Вот только это может давать правильный эффект, что популяция будет со временем снижаться. И вот эти поручения, они как раз идут в продолжение трактовок того закона. Но, я думаю, более подробно как раз о перечне поручений может Артём сказать, потому что мы решили с ним разделиться. Я очень хорошо знаю 498-й и как это сейчас происходит, его реализация на территории Львовской области. А он у нас больше такой юридической направленности молодой человек, и он может прокомментировать эти поручения. Там два основных момента в поручениях отмечены, ну, собственно, которыми заинтересовалось зоозащитное сообщество. Это учёт животных всех, как домашних, так и бездомных. А для бездомных это требует специальная методика, которой в данный момент нет. И вторая – это введение контроля за разведением домашних животных или каких-то там диких животных, тоже прописаны есть и такие люди, да. Вот это два основных постулата, которые требовались зоозащитным сообществам, которые позволят действительно в течение какого-то периода времени не сразу сократить количество безнадзорных животных. Все остальные меры – это меры более общего действия, это пропаганда, развитие 4.98-го закона в части функционирования приютов. Ну, то есть два основных я назвал. Всё остальное – это дополнения. Пожалуй, впервые вот так на обсуждении общественности было вынесено решение на уровне президента об учёте домашних животных. Об этом говорили лет пять назад, когда только закон вот этот ещё собирали, пока он ещё формировался. И тогда, я помню, возмущение людей по поводу учёта домашних животных. Вот, снова с нас деньги будут брать, из воздуха деньги берут. Что за ерунда учитывать домашних животных? Вот давайте об этом тоже в том числе подробнее поговорим. Всё-таки насколько серьёзно последнее выступление президента приблизило нас к этой проблеме, к этому решению, учёт домашних животных. Что за этим последует? Когда нам ждать конкретных уже каких-то решений? Ну, насколько я понимаю, из тех поручений, которые мы сейчас видим, говорить о каком-то регламенте, как это будет, мы не можем. Должны быть какие-то подзаконные акты, разъяснения и так далее. Я могу единственное здесь добавить, насколько действительно актуально. Дело в том, что по подсчётам практически 50% по крайней мере собак, которые бродят по нашим улицам, особенно в сельской местности, это домашние собаки, так называемые собаки на самовыгуле. И с ними огромная проблема, потому что они кусаются так же, как и бездомные, и даже почему-то больше. Поэтому учёт вот этих домашних животных, которые на самом деле находятся на самовыгуле, очень актуален и действительно нужен. Как это будет происходить? Понятия не имею. Когда нам стоит этого ждать? Прочитав документ об этом перечне поручений от президента правительства, я увидела месяц декабря 2021 года. Пока можно не переживать до декабря. Да, там конкретный срок стоит 1 декабря, разработка всех подзаконных актов по этим поручениям. Я вам не скажу ничего нового, потому что в голову законодателям залезть невозможно, но комментарий давал Владимир Бурматов. Это председатель профильного комитета Государственной Думы. И он особое внимание уделил тому, что на настоящий момент регистрация домашних животных, учёт не должна быть обязательной, раз, и она не должна быть обременительной для населения, это два. В первые годы или в какой-то период времени она должна быть бесплатной. Он привёл такой пример, что бабушка в деревне с 15 кошками не должна испытывать проблем с постановкой на учёт своих 15 кошек и 10 собак. Поэтому они будут прорабатывать вот этот вопрос в части того, чтобы для людей вначале это было бесплатно. Владимир Фёдорович, а вот теперь я хочу вернуться к тому, о чём Вы сказали, что вот эти самые собаки домашние, которых выпускают за калитку, и они носятся по улицам, и домашние собаки кусают нас не меньше, чем дикие, а может быть даже ещё и больше. Ведь в документе чётко сказано реагирование на обращение граждан, которые получили вред от животных. Я вам одну грустную историю хочу рассказать. Нам позвонил наш многоуважаемый, заслуженный человек, актёр драматического театра Дуров и пожаловался на то, что его жену средь бела дня в центре города укусила собака на поводке. Собака с хозяйкой укусила жену Дурова, жена Дурова упала, сильно ушиблась головой. Вот он вред здоровью, причинённый домашним животным при живом хозяине и на поводке. И семья Дурова столько мучилась, пытаясь эту хозяйку найти в первую очередь. И ничего у него не получалось. Почему нет никакой реакции на его обращение? И вдруг я читаю в этом документе, в перечне поручений, есть вот эта формулировка реагирования на обращение граждан, которые получили вред от животных. Что вы можете об этом сказать? Здесь вообще, конечно, полное безобразие. Собака на поводке, безусловно, эту хозяйку можно и нужно было найти. Я не думаю, что это было сложно. В общем-то, я не знаю, чем эта история закончилась. Они нашли плохо. Нашли, надо было в суд подавать, фиксировать покусы, соответственно, в травмпункте и судиться. К сожалению, субъебная практика показывает, что таких дел у нас мало, и они какими-то символическими штрафами заканчиваются, потому что сама наша правая система, наши законы, да, они, в общем-то, достаточно мягкие. Как в случаях, когда домашние собаки наносят вред здоровью людей, как и при случае с жестоким обращением с самими животными. Такое тоже существует. Здесь как бы это две оборотные стороны, когда над животными издеваются, и мы тоже до суда, по сути дела, довести не можем. Я о другом немножко хотел сказать. Мы другую проблему вот сейчас видим. У нас есть годовой опыт. Почему у нас? Потому что я являюсь куратором приюта. Подарок судьбы – это единственный приют. Нам повезло, я считаю. Действительно, подарок. Потому что во многих регионах вообще не оказалось приютов, которые способны были бы исполнять 498 закон. А у нас он есть. Город нам помог его подлатать, подремонтировать. И в результате мы сейчас там можем располагать одновременно до 300 собак. Это хорошая вместимость и приют. И что мы делаем? Мы собак отлавливаем, стерилизуем, чипируем, отпускаем их туда же. Но собаки от того, что мы их стерилизовали, характер свой не поменяли. Есть некие учёные споры о том, что они от этого злее или добрее становятся. Но мы, в общем-то, большой разницы не видим. Собака – она есть собака. Вы слушали Владимира Малинина и Артёма Халиулова из Общественной палаты Ульяновской области. Мы говорили об ответственном отношении к домашним и бродячим кошкам и собакам. Сегодня вечером в 19.20 эта беседа прозвучит полностью. С наступлением жаркой погоды во многих населённых пунктах Ульяновской области начались серьёзные перебои с водоснабжением. В Министерстве жилищно-коммунального комплекса это объяснили тем, что начался активный полив огородов и приусадебных участков. 28 населённых пунктов Ульяновской области ждут незамедлительного ремонта сетей холодного водоснабжения. Как Министерство жилищно-коммунального комплекса готово помочь устранить перебои с водоснабжением? Слушаем исполняющего обязанности министра ЖКК Александра Черепана. Почему именно сейчас, этот год прошлый и так далее? Да нет, оно циклично. Проходит там лет семь. Мельчают родники, меняют своё направление, источники, проседают колонны в скважинах, то есть уровень воды падает, либо вообще исчезает, заиливает скважину. То есть приходится перебуривать новую, либо новую строить, определяет новое место и так далее. То есть это всё работа ежегодно, она цикличная и, по сути, должна быть планово ежегодно. Вот пример, если мы там три года назад в бюджете закладывали порядка 150 миллионов, понимая о проблемах, то уже в прошлом году больше 200 на эти цели. А в этом году, я считаю, рекордно 397 миллионов рублей при помощи депутатов, законодательства собрания регионального правительства направили на цели нормализации водоснабжения такие суммы. То есть вот что это? Вот точно это 22 новых водозабора в этом сезоне. И более того, они уже появляются. Вот уже мы на сегодняшнее утро заместителем представителя правительства Тюриным ездили по ряду объектов и инспектировали сдачу в эксплуатацию. То есть уже 6 таких водозаборов ввели в эксплуатацию в этом году. Пример – это Сурска, районный поселок, это Чердоглинский район, там 4 населенных пункта. Это очень серьезная тема водозаборная скважина, но также и башни Рожновского накопительные. Это для выравнивания давления, накопления воды. И мы уже видим, что 7 башен в этом году только новых построили. Это вот Базарный Сызганский район, Николаевский, Павловский район, там в селах есть. И таких у нас в этом году будет по 42 населенным пунктам. И порывы трубопроводов. Мы порядка 73 километров запланировали заменить по всей области. Трубопроводов – это 55 населенных пунктов. То есть я, когда говорю, что это много-мало, то сразу скажу, что 130 тысяч людей, жителей региона, получат нормальную воду в этом году надежно. То, чего не было, скажем, в прошлом. Да, проблемы сегодня остаются. Есть быстрое. То есть идешь, находишь порыв, утечку из каптажа, переводишь в порядок. Но есть те, которые нельзя решить сейчас. Например, заниженный диаметр трубопровода. Пропала вода из скважины. Надо перебуривать, надо перестраивать и так далее. Это в планах, это в программе. Этот год следующий у нас программа работает. Она пятилетняя. А чего этим летом будет больше? Ремонтных работ или нового строительства? У нас задача стоит первого этапа, ее еще зимой мы поставили, вот до 1 апреля проторговать все объекты, которые связаны с водозабором и накоплением. Это скважины и башни. Конечный срок работ 15 июня. То есть мы должны вот для себя поставили задачу 15 июня закончить работу вот в том объеме финансирования, которое у нас есть по этим объектам. Прошли торги, появилась экономия денег. И мы видим, что еще 17 объектов дополнительно можно отремонтировать на эти деньги. То есть к тому, что мы планировали, еще добавится 17. Вторым пунктом у нас пойдут работы, связанные с заменой трубопроводов. Причем мы их меняем по ремонту, там где есть, скажем, диаметр один на другой диаметр, где это необходимо. Но у нас есть проекты, по которым мы полностью модернизируем систему. В Черноклинском районе, станция Бряндина, например, мы глобальный проект начали по ремонту, где будут новые башни построены, где новые сети будут с увеличенным диаметром, разводка и так далее. И примеры такие есть. Поэтому мы как ремонтные выполняем работы, так и модернизацию системы для того, чтобы забыть про эту проблему. А как выбирается очередность для проведения ремонта в населенных пунктах, где проблемы с водой? У нас есть очень важные показатели. Ежемесячно практически мы проводим мониторинг состояния качества питьевой воды. И это потребнадзор делает информацию квартальную, годовую и так далее. Срезы направляются в Минстрой Российской Федерации. И на уровне правительства мы видим по каждому населенному пункту качество этой воды. Это первое. Второе. Мы ведем статистику перебоев. Потому что все вот эти заявки, недовольство людей, отсутствие воды, они к нам скапливаются. И мы понимаем для анализа, где наибольшая проблема и беда. Вот сегодня я скажу, что 28 населенных пунктов на особом контроле стоят у правительства региона и у муниципальных образований, там, где есть перебои с водой. И как раз по которым либо выполняются эти мероприятия, о которых я сказал, либо принимаются меры организационно-технического характера для устранения. То есть, ну, скажем, приехали дачники и в выходные дни в Белом Яре пропадает вода. Потому что такого объема водоразбора не выдержит та система воды, которая вот построена. Поэтому мы предлагаем жителям в ночное время на полив накапливать свои баки-емкости, введя по графикам, и уже водоразбор осуществлять в нормальном режиме. Кто-то это услышал, кого-то это не устраивает, но, тем не менее, это временная мера. Дождь пройдет, проблема сама по себе пропадает. Нет разбора на полив, и сразу нормализуется система. Да, проблемы остаются там, где ветхость сетей. Она остается, вот, пример, Сенгелей, Шиловка, там, Ишеевка. Там системные надо принимать решения, которые требуют финансирования, ежегодно оно там осуществляется. И мы планомерно идем к решению системной задачи по выстраиванию новой системы водоснабжения в этих населенных пунктах. Либо, например, качество воды в Меликевском районе, в Новой Майне в самой. Там вода плохого качества, насыщенная тяжелыми металлами, железа много. Поэтому там по национальному проекту мы сейчас подали заявку и готовим к реализации торги, трехлетний контракт, новые водозаборы и станцию водоподготовки современнейшую. Там и французы сейчас по этому пути, и Европа идет. То есть станции будут очищать до уровня родникового качества воды. И, примером другим, служит по тому же национальному проекту. Мы в прошлом году сделали в Архангельском грунтовом заборе три новых скважины. Это за Волгой, города Ульяновска. Но воду будем с этих скважин подавать в Чердоклинский район. То есть вот первым на пути стоит поселок Октябрьский. Там тоже плохое качество воды. И мы уже в прошлом году начали строительство самой ветки водовода. Монтируем оборудование сетевое, насосное. И в этом году серьезно продвинемся. А в следующем уже объект сдадим. Подадим воду на Октябрьский. Мы начали проектировать следующий этап уже воду тут чистейшего качества. До чердаклов довести и ближлежащих. Следующая на очереди 23-24 годы это Колхозный, Красный Яр. То есть вот это системная, перспективная задача, которая позволит не вот сейчас быстро решить вопрос, а на перспективу там 23-24 год, где мы понимаем, как это надо сделать. Ваши действия. Например, в Ишеевке вы начали бореть скважину. Она проблему решит? Полностью не решит. Ишеевка, она растет. Это очень близко лежащая к Ульяновскому, ну, можно сказать, агломерацию, новая агломерация. И здесь удобно, комфортно жителям жить. Но есть только одна линза водоносная, чистейшего качества, которая расположена, ну, так вот, если представить, вдоль трассы на Казань. Идет она. От Лаишевки и до трассы на Казань. Вода отличного качества. Линза пролегает под федеральными землями и частными землями. Скважины в свое время, когда Иштекс обанкротился, по каким-то причинам не были переданы муниципалитету. И вот на том уровне, когда банкротство было, Иштека, оно оставалось и устраивало всех. Но потом Ишеевка начала расти, и воды стало не хватать. И мы видим сегодня, для того, чтобы там была вода, надо, во-первых, восстановить скважины, которые расположены на частных территориях, значит, надо их изъять, и мы этим занимаемся сейчас, и довести дебет нормально. Вот я скажу на техническом языке, что там 220 кубов в час. Мы имеем там сегодня, ну, не больше 160. То есть вот у нас задача, найти еще 60 кубов в час. Мы сейчас две скважины сделаем, это для того, чтобы даже на полю хватало. Мы сейчас две скважины уже зашли, проторговали, деньги Ульяновскому району помогли, выделили, то есть финансовую помощь оказали такую. И бурятся две скважины. Вот мы инспектировали, буквально вчера туда работа ведется, и намерены получить где-то с этих двух скважин 30-40 кубов. То есть это уже серьезно будет для тех людей, которые поливают, чтобы вода доходила до этажей там и так далее. А сейчас приходится по графику. Одних отключать, другим давать, и так менять, а потом выключать вообще, чтобы наполнить накопители, и в системе давление было утром помыться, встать, приготовить там пищу и так далее. Но вот эти две скважины не решат. Нам надо еще новых, как минимум, три пробурить. То есть мы их планируем на следующий год. Вот сегодня две пробурим, в этом году, там в июне, в этом же зеркале. На следующий год еще три. Вы слушали Александра Черепана, исполняющего обязанности, министра транспорта, энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Он рассказал о том, как решается проблема серьезных перебоев с водой в 28 населенных пунктах Ульяновской области. Долгожданный праздник кино, международный фестиваль, кино и телепрограмм для семейного просмотра от всей души, как и прежде, впечатляет масштабностью и громкими именами. Традиционные мероприятия проходят на всей территории региона и включают показы, спектакли, творческие встречи с известными режиссерами и именитыми актерами. И не только. Тему продолжит мой коллега Алексей Сорокин. Помимо показов фильмов, программа фестиваля включает кинолекции, посвященные юбилеям в истории литературы и кинематографа, 60-летию первого полета человека в космос и году книги в Ульяновской области. Одна из таких лекций, например, была приурочена к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. Её провёл президент международного кинофестиваля от всей души, народный артист России Владимир Хатиненко. Для него-то эта тема близка, как никому другому в мире кино. Он снимал такие сериалы, как «Достоевский» и «Бесы». В разговоре с нами Владимир Хатиненко отметил разнонаправленность фестиваля. Ну и, конечно, рассказал о том, насколько глубоко ему удалось погрузиться в творчество классика мировой литературы. Главный примет вообще в фестивале всегда – это программа фильмов. И в этом смысле, в этом году программа роскошная совершенно. Очень много дебютных показов, большая программа документальных, ретроспективы, иностранная программа японских фильмов, немецких. То есть программа многообразная и замечательная совершенно. Плюс главные фильмы Суздальского фестиваля, анимационный фильм, в котором я был членом жюи. Поэтому это главное. И в этом году эта программа почти образцово-показательная. Плюс здесь же тематика, здесь же направленность очень определенная. Семейное кино, и семейное кино – это не ради красивого слова, потому что вообще сейчас большинство фильмов нацелены как раз на семейный просмотр. Если раньше был ориентир для детского, сейчас для семейного, это почти официальная такая формулировка «фильмы для семейного просмотра». Но в чем уникальность фестиваля-то? Что он принципиально на это много-много лет настроен. Больше ли фильмов снимается, меньше, но они так или иначе сходятся вот здесь, вот на этом фестивале. И это главная задача его, и она пока выполняется совершенно замечательно. Программа включает также и вашу публичную лекцию «Красота спасет мир». О чем эта лекция и к чему приурочено это событие? Это приурочено к 200-летию рождения Федора Михайловича Достоевского. Я хочу, чтобы это в конечном счете велилось в беседу. Я люблю активную аудиторию, и всегда успех такого мероприятия как раз заключается в том, чтобы работала аудитория еще. Это всегда эффективнее, это всегда интереснее, всегда живее, нечего просто вещания такое. Здесь нужен какой-то еще и активный достаточно результат. 11 ноября страна будет отмечать как раз-таки 200-летие Достоевского. Владимир Иванович, вы соприкасались с его творчеством к сериалу «Достоевский», ну и, наверное, «Бесы». Меня судьба так определила, что я достаточно продолжительный период жизни был связан с Федором Михайловичем Достоевским до открытия для себя самого Федора Михайловича. Так он для меня также существовал, да, классик, да, замечательный, гениальный Достоевский, все хорошо, но когда ты погружаешься в его творчество, когда ты не только читаешь записные книжки, в общем, как или иначе, хоть чуть-чуть соприкасаешься или погружаешься в мир его, лучше, если ты погружаешься и не соприкасаешься, то, конечно же, эта фигура открывается совершенно в новом свете. Во-первых, вы знаете, у меня случай был замечательный, я, значит, читаю Федора Михайловича «Смеюсь», бесов. Моя жена спрашивает, что ты смеешься, чего? Я говорю, Достоевского читаю. Сразу предполагают, что это мрачный такой писатель, вот портрет известный, но у него было совершенно замечательное чувство юмора и был даже период, когда его даже обвиняли в том, что он подражает Гоголю. Поэтому для меня открытие даже эта деталь, этот штрих Достоевский с замечательным совершенно чувством юмора, все с ребятами связано, это все необычайно тонко и смешно. Это уже хорошо. Плюс, конечно же, детали биографии. Одно дело, он сказал, без каторги меня бы не было. Ну, кому захочется вот так вот на каторгу за 4 года там, Монтулец, в кандалах. И вот если хоть на секунду мы попытались в сериале Достоевский, хоть чуть-чуть с этим прикоснуться, мы просто взяли и показали технику, технику снятия одежды в кандалах, когда каторжане приходили в баню. Это совершенно отдельное действие, как снять белье, чтобы помыться в бане, когда у тебя на ногах кандалы. И вот такие вещи, детали точнее, и не говоря уж о его страсти к рулетке, это отдельная страница, это даже не страница, это глава его жизни. И когда ты все эти детали узнаешь, то он открывается как человек со своими страстями, слабостями, то есть это человек. Гений это одно, гений это вообще, а человек это конкретно. И вот, конечно же, меня интересовала, интересует фигура Достоевского как человека. К глубину человеческой души во всей ее красоте и падений, ну, высказать до дна, вот, котелок, вот так вот слышен, звук черпака. Дальше, я думаю, просто никто не сможет никогда нырнуть в эту тайну человеческой души, как это сделал Федор Михайлович. И это, конечно, в буквальном смысле, да еще надо еще хорошо бы не забыть, и хорошо бы изучать, и хорошо бы правильно преподносить в школе, потому что очень часто отпугивают вот этой значительностью сразу его. вместо того, чтобы найти ключик к тому, чтобы молодые люди заинтересовали Достоевский, что он человек со своими слабостями, страстями и так далее. Вот это очень важный момент и на будущее тоже. Продолжение исторической тематики фильм «Ленин. Неизбежность». Каким Ленин-то был в вашем представлении? Для начала просто всякие серьезные исследователи, а я достаточно тоже хорошо изучил материал, без сомнения утверждали, что эта фигура чрезвычайно значительная. Ну, кто-то гением называет, кто-то, но я даже просто чрезвычайно значительная для мироустройства, для цивилизации, и его история не закончена. Сам по себе он фигура, конечно, сложная, и тоже неоднозначная, и тоже со своими страстями, слабостями, всем прочим, но это человек одержимый идеей. И вот тут вопрос ключевой. Чем может человек пожертвовать, кем может пожертвовать, ради осуществления вот этой идеи. Это, знаете, интересно, почему? Потому что в сегодняшнем мире высокие идеи исчезли, на самом деле. Правильная идея коммунистическая, неправильная идея, но это была идея благородная, установить мироустройство, другое, справедливое. Что мы имеем на сегодняшний день? Да, если вот просто прикинуть богатых и бедных, да, то количество богатых микроскопическое владеет всем, и властью, и деньгами, и всем, всем, всем. А остальные как бы на обслуге. Я не убежден, что мир может быть равным, не убежден, потому что и люди разные, и разные способности, это такова природа человеческая. Но какая-то социальная справедливость все-таки определенная должна быть, должна быть мера, которая так до сих пор и не найдена, и не установлена. И пока неизвестно, чем закончится. Поэтому отношение у меня, конечно же, к Ленину сложное, но я отношусь к нему с огромным интересом. То есть, я даже так скажу, что у меня практически получился три таких. Меморандум Парвуса, это 8 серий, которые были показаны культурой, потом Парвус, и вот фильм, собственно говоря, Ленин, неизбежность. И вот Ленин, и вот неизбежность, это для меня совершенно определенное, вытекающее из того, что я узнал, обстоятельства. Это произошло, потому что должно было произойти. И Ленин в этом смысле, исполнитель этой пьесы, написанной на небесах, в общем, эта пьеса написана была. И он, как вот, есть разные исполнители Гамлета, вот для исполнения этой пьесы, этой роли, вопреки всем обстоятельствам, которые складывались, и когда он приехал в Россию, ну, в общем, там ситуация была такая сложная, что он почти никому не был нужен, в общем, там другие люди провели бал. И тем не менее, вот у меня есть сцена, когда они едут на санях, там, 12 саней, и эти 33 там человека, которые едут в них, они изменят мир. Картина внешне жалкая совершенно. Эти сани, это смех, и едут такие люди, и да еще этот флажок, который реально был, у Сиевич, она, платочек какой-то куплен где-то в Швейцарии, красный, где-то залок палки альпийская, ее мужа. И Ленин взял и держал этот флажочек. И все это, казалось бы, жалкая совершенно картина. Но не пройдет не так много времени, как мир, благодаря усилиям вот этих людей, у которых судьбы сложились очень по-разному, в основном трагически, и грамматически, во всяком случае, мир изменится. Вот когда познали, из какого сора, что называется, растут стихи, вот здесь вот тот самый случай. Вы уже неоднократно приезжали к нам в город. Так вот, Ульяновск интересен для вас, как для режиссера. Сняли бы вы при возможности здесь фильм? Да, это я вам не ради красного словца, но для этого нужен материал, довольно труднический. Ульяновск разнообразный, во всех смыслах очень интересный. Например, не знаю, мы вот с женой любим по набережной всякий раз гулять. Потрясающая набережная совершенно, потрясающая. Волга, это бесконечная какая-то, это невероятное ощущение. Плюс здесь сочетание вот стараясь насколько возможно относиться бережно к историческим зданиям. Вообще, я отметил, вот в Ульяновске очень хорошая есть черта. В Ульяновске помнят и чтут не только по праздникам своих знаменитых соотечественников. И Гончарова, это очень хорошая черта, потому что когда это есть в пространстве в дневном, это, конечно, людьми усваивается значительно лучше. Это называется с молоком матери испытываются вот эти ценности, которые вот просто можно назывно учить там, но это будет значительно менее эффективно, чем вот то, как это делается в Ульяновске. И вот это замечательная совершенно черта. Напоминаем, что мы беседовали с президентом международного кинофестиваля от всей души, народным артистом России Владимиром Хатиненко. Конец мая. Мы прощаемся с весной и благодарим погоду за чудесный, по-настоящему летний май. Теплый май нас безусловно порадовал. Лишние погожие денечки мы приплюсуем короткому лету. Слушайте красивую песню группы «Браво! Этот город! Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле». Вот и все эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы. До свидания. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город просыпаясь смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход и куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что в окне. Улыбается прохожий и за пять минут, помогая человеку верить в чудеса, распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутый ветер и осталось навсегда. Голубые тротуары синие цветы, ярко-желтые трамваи розовые сны. Он как будто нарисован белым на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутый ветер и останусь навсегда с тобою. Я не знаю, где еще На этом свете есть такая железна Я, пожалуй, отпущу попутный ветер И останусь навсегда С тобою я не знаю, где еще На этом свете есть такая железна Я, пожалуй, отпущу попутный ветер И останусь навсегда Редактор субтитров А.Семкин